Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Можно ли делиться духовными переживаниями с другими? Не со всеми и не всегда. В притчах Соломона, в 14 главе есть замечательное изречение. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой. Действительно, кто, как говорит апостол Павел, знает человека, кроме духа человека, живущего в нем? Любви, глубокой дружбе открывается много очень в сердце человека, но не до конца. До конца в человеке открывается все только духу Божию, который пронизывает собой все, от которого ничто не сокрыто. Мы ищем утешение и можем открыть то, что с нами происходит, тем, кого любим и кто любит нас. И все равно есть такие глубокие переживания, такая степень боли внутренней, которая остается только нашим делом, предачами Божьими. И мы, помимо этого, мы можем попросить помолиться. Мы видим, что человек нам все переживает, что ему больно вместе с нами. Мы получаем от этого утешение. Но решить свою беду и свою проблему мы должны сами. Помимо этого, есть еще такая опасность, что мы принесем вред другому человеку. Может быть, он совсем не готов к тем духовным проблемам, например, которые мы переживаем. Но нельзя, чтобы студент третьего курса МВТ у имени Баумана грузил своими нерешаемыми математическими проблемами третиклассник. Понимаете? Если человек 25 лет в церкви, то если он начнет рассказывать, что его сейчас беспокоит, от чего у него туга на сердце и что ему тяжело, человеку, который вчера воцерковился, он просто может его сломать. Тот просто может не выдержать. Апостол Павел так и говорит, что вам нужно молоко, а я давал вам твердую пищу. Поэтому не с каждым человеком и не каждым можно поделиться. А еще есть люди, которые разнесут это, как сорока на хвосте, потому что они не имеют целью и не хотят бережно относиться с любовью к вашему сердцу. Они скажут, ну вот, это такой-то, и вам от этого будет еще больнее. Поэтому есть опыт общения с Богом. У каждого, я надеюсь, и мы его бережем, есть опыт Бога общения. С духовником им можно поделиться, посоветоваться. С человеком, который тоже живет духовной жизнью, с духовным человеком, который по-славянски востезует вся, как апостол Павел говорит. То есть ему открыто все, он понимает все. А душевный человек духовного не переживает. Если вы будете человеку, не молящемуся говорить о своей молитве, он просто не помет вас, ну, может быть, из-за уважения просто выслушает это. Но понять он может это совершенно по-другому, совершенно превратно. Поэтому будьте очень внимательны. Не всем, особенно духовным переживаниям своими, можно и полезно делиться с другими людьми. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.